Глава пятая. Золотые игры ФРС. Черное золото драконов и ФРС США. 4 декабря сего года мною была опубликована статья об информационных атаках против ведущих финансовых институтов, включая Федеральную резервную систему США. Эти атаки ведут разного рода независимые эксперты – журналисты, юристы, экономисты, активисты общественных движений и т.д. которых я назвал информационными партизанами, не объявленной мировым банкиром войны. Одна из таких атак связана с иском анонимной группы лиц, скрывающейся под кодовым названием Dragon Family. Судебный иск Dragon Family. Официальным представителем этой группы лиц выступает некий гражданин Нейлс Фрэнсис Киннон 23 ноября 2012 года. Он подал исковое заявление в окружной суд США по южному округу Нью-Йорка. 111 страничное исковое заявление было принято к рассмотрению. Его копия с соответствующими подписями и штампами имеется в интернете. Интересы Киннона представляет Уильям Маллиган, младший, юридическая фирма Barclay Platt & Smith, находящаяся в городе Уайт Плейнс, штата Нью-Йорк. Как говорится, все по-настоящему. Суть искового заявления от 23.11.12 в том, что группа очень богатых китайских граждан в свое время, еще до начала Второй мировой войны, передала Федеральному резерву, точнее Федеральным резервным банкам, число, коих составляет 12, на длительный срок большие партии золота. В обмен они получили бумаги, подтверждающие право держателей бумаг на получение дохода в течение всего срока и обязательство ФРС вернуть золото по истечению указанного срока. Я специально выражаюсь так осторожно и не конкретно, поскольку информация о деталях сделки очень невнятна. Как по части сроков, так и по части объемов переданного золота. Не менее размытой является информация о том, каков был характер сделки. Операция хранения, банковский депозит, вложение в уставной капитал Федеральных резервных банков. Примечательно, что американские бумаги называют по-разному сертификаты на хранение, облигации, депозитные расписки, а это принципиально важно для понимания сути и механизма обсуждаемых операций. Нет четкости и относительно того, когда передавалось золото. Была ли это одноразовая передача или было несколько много? Список вопросов можно продолжать. Хотя исковое заявление достаточно объемно, но оно составлено так ловко, что не только не отвечает на эти вопросы, но и порождает массу новых. Удивительно, каким образом американские суды принимают к рассмотрению подобного рода иски. У нас, российский суд, такие заявления, я думаю, не принял бы. В Америке с этим, судя по всему, проще. Там даже появилось выражение «мусорные иски». В свое время даже американский президент Блуш-младший поднимал вопрос о том, чтобы очистить суды от всякого рода мусора. Однако это не помогло. В мусорных исках могут содержаться самые невообразимые претензии, а имущественные требования выражаться суммами со многими нулями. Видимо, для правоохранительной системы США все это хороший бизнес. А от хорошего бизнеса грех отказываться. Для подателей мусорных исков мусор порой превращается в настоящее золото. По экспертным оценкам суды выписывают ежегодно по таким искам исполнительные листы на сумму около 240 миллиардов долларов. Не исключаю. И рассматриваемый нами иск Dragon Family также относится к категории мусорных. Впрочем, не будем спешить с выводами. Ответчики по иску. Ответчиками в иске Кинана значилась Федеральная резервная система и ряд других организаций. Организация Объединенных Наций, Офис International Traced Control, World Economic Forum, Всемирный экономический форум, World Economic Forum USA, Американское подразделение WEF, Итальянская финансовая гвардия. Среди ответчиков также имена известных политических и государственных деятелей, причем не только американских. Например, Сильвия Берлускони, бывший премьер-министр Италии. Пан Гимун, генеральный секретарь ООН. Есть имена и менее известные. В списке ответчиков значится даже Итальянская республика. Там же фигурирует и некто Даниэль Даль-Баско, банкир Ватикана, член масонской ложи П-2, который обвиняется в том, что он якобы украл у Нейла Кинана пачку ценных бумаг, которые были доверительно переданы последнему группой Dragon Family. Сумма похищенных бумаг 144,5 миллиарда долларов. Кстати, общая сумма требований по иску Dragon Family 1 триллион долларов. Итальянский след. Из списка ответчиков видно, что в деле имеется итальянский след. Речь идет об истории с изъятием итальянской полиции в пограничном пункте Понте-Чассо пачки ценных бумаг, имитентом которых значилось казначейство США и которые, судя по всему, принадлежали Dragon Family. На бумагах стоял год. В 1934-й. Все они имели подпись тогдашнего министра США Генри Моргантау. Бумаги, общим номиналом 134 миллиарда долларов, были изъяты у двух японцев, которые пытались провести их через итальянско-швейцарскую границу. Сначала было объявлено, что бумаги фальшивые. Несколько позднее последовало признание, что они все-таки настоящие. А еще позднее и японцы, и бумаги бесследно исчезли. Эта странная история, ее часто называют «История Понта-Чиасса», произошла в июне 2009 года. Тогда впервые заговорили о каких-то таинственных, ценных американских бумагах на предъявителя с астрономическими номиналами, измерявшимися миллионами и даже миллиардами. Например, бумаги, изъятые итальянцами в 2009 году по своей номинальной стоимости, оказались равны всей массе казначейских бумаг США, находившихся на тот момент в международных резервах Российской Федерации. Номиналы большинства всем хорошо известных казначейских бумаг США измеряются тысячами долларов. К тому же, все они существуют не в бумажном, а в электронном виде. Именно летом 2009 года, в связи с инцидентом на итальянско-швейцарской границе, СМИ выплавило название таинственной группы Dragon Family и заговорили о крупномасштабных тайных операциях денежных властей США. С тех пор в разных точках мира стали выплывать облигации и другие ценные бумаги с астрономическими номиналами. Никто до сих пор не дал внятного ответа, фальшивые они или настоящие. Изготовлением фальшивых ценных бумаг занимались всегда. Секретные службы США каждый год вылавливали такие рисованные облигации, но в сумме годовой улов редко превышал 10 миллионов долларов. Нынешние уловы измеряются сотнями миллиардов. По данным Министерства финансов США, всего в обращении на сегодняшний день имеется бумажных облигаций американского казначейства на предъявитель на сумму около 100 миллионов долларов. Примечательно также американские власти утверждают, что максимальный номинал казначейских бумаг когда-либо выпускавшегося в стране равен 10 миллионов долларов. Кому верить? Американским властям или держателям облигаций с миллиардными номиналами и их адвокатам? С моей точки зрения иск Dragon Family своего рода танк, вслед за которым в атаку устремились десятки партизан, различных активистов и экспертов, которые продолжили атаку на Федеральный резерв своими специфическими информационными методами. Кстати, уже прошел год после подачи иска, однако никакой информации о том, как идет или прошел процесс в окружном суде Нью-Йорка нами не обнаружено. Про судебную сторону все начисто забыли. Зато всячески развивается и углубляется тема китайского золота. Видимо, такова тактика партизанской войны против банкстеров. Черное золото или параллельный финансовый мир? Ряд авторов подчеркивает, что на самом деле речь идет не о китайском золоте, а о золоте многих азиатских стран, которое в свое время, начиная с времен Первой мировой войны, начало свозиться в специальное хранилище и фактически выводилось из международного торгового и денежного оборота. Достаточно авторитетно и убедительно об азиатском происхождении золота пишет Бенджамин Фултфорд. Один из наиболее активных информационных партизан. В свое время он возглавлял азиатско-тихоокеанское бюро журнала Forbes. Фултфорд сумел за 25 лет работы в регионе создать широкую агентурную сеть во многих странах Азии. Она, по его словам, снабжала и продолжает снабжать его бесценной информацией, относящейся к золоту Dragon Family. Немало интересного и увлекательного об азиатском золоте можно найти в публикациях еще одного известного информационного партизана Дэвида Гаяты, человека с богатым опытом работы в банковском бизнесе. Такое золото информационные партизаны называют черным золотом. Если на жаргоне журналистов черное золото нефть, то в данном случае под черным золотом понимается металл, который с химической точки зрения действительно является золотом, но который не отражается в официальной статистике золотых запасов и финансовой отчетности банков и других институтов. Это не учитываемый в бухгалтерских балансах актив, о существовании которого до недавнего времени знали лишь считанные единицы людей. Это золото из параллельного мира финансов, о котором большинство людей даже не догадываются. Этот параллельный и абсолютно непроницаемый для глаз обывателя мир не следует путать с финансами обычной теневой экономики, о которых сегодня говорится и пишется очень много. Как известно, основу теневых финансов составляют наличные деньги, выведенные из легального оборота. Считается, что первым ввел в оборот термин черное золото уже упоминавшийся нами Дэвид Гаято в своей статье «Тайный договор о золоте». Зачем мировой элите нужно черное золото? Существует несколько версий того, зачем происходило формирование тайных запасов черного золота. Например, для того, чтобы укрепить позиции американского доллара за счет увеличения золотых резервов Федеральных резервных банков США. То есть, речь идет о сохранении и укреплении международного золотого стандарта. Но эта версия не выдерживает критики, как можно укрепить позиции доллара, если никто в мире не знает, что в подвалах ФРБ лежат несметные количества золота. Для придания доллару дополнительного авторитета денежные власти США скорее наоборот занимались бы приписками и стремились показать, что американская валюта прекрасное металлическое обеспечение. Кстати, есть подозрение, что денежные власти США давно уже занимаются приписками по части официального золотого запаса. Примечательно, что в иске Dragon Family утверждается, что обмен золота на ценные бумаги якобы обосновывался в те давние годы Федеральным резервом тем, что с помощью этого золота ФРС намеревается укрепить позиции американского доллара как международной валюты, а не для того, чтобы подвергнуть желтый металл глубокой заморозке. Другая версия сводится к тому, что запасы черного золота стратегический резерв мировой финансовой олигархии. С его помощью она может, например, осуществлять управление ценами на рынках золота и курсами на рынках валют. Но это содержится в частности намек в публикациях организации, которая называется ГАТА – Gold Antitrust Action. Эта организация была создана в 1990-е годы для расследования незаконных манипуляций на мировом рынке золота. По ее мнению, на рынке давно уже действует так называемый золотой картель. Правда, эксперты ГАТА акцентировали внимание на том, что манипуляции осуществляются с помощью незаконного использования металла из официальных золотовалютных резервов США и некоторых других стран, то есть резервов, находящихся под управлением центральных банков и казначейств. Лишь очень осторожно некоторые из экспертов высказывали предположение, что манипуляции могли обеспечиваться также за счет каких-то секретных фондов резервов. Но они по мнению экспертов в любом случае не сопоставимы социальными резервами, то есть относительно невелики. Есть версия, что запасы черного золота были необходимы мировой элите как небюджетный источник, неподконтрольный национальным государством для финансирования политических, военных, специальных операций в целях установления нужного ей мировой элите мирового порядка, то есть в конечном счете для захвата власти над миром. Действительно золото как инструмент финансирования тайных операций является не менее эффективным инструментом, чем наличные деньги. Адам Смит как идеолог заморозки золота. Есть еще одна версия, на которой настаивает в частности известный информационный партизан Дэвид Уилкок, автор серии публикации под общим названием «Финансовая тирания». Согласно этой версии сосредоточение гигантских количеств золота в тайных хранилищах было необходимо для того, чтобы дать возможность мировой финансовой олигархии перейти к выпуску не обеспеченной ничем бумажной денежной массы. При этом авторы версии ссылаются на Адама Смита, который в богатстве народов досконально разобрал «Чем плоха денежная система, основанная на золоте?» и «Каким образом можно избежать золотых денег?» Адам Смит доказывал, что золотые деньги – зло как для капиталистов, так и для всего общества. Навязанный многим странам в конце 19 века золотой стандарт был выгоден лишь Ротшильдам, которые контролировали большую часть золота, если не в мире, то в Европе уж точно. Научное обоснование золотого стандарта содержится в работах другого англичанина Дэвида Рикардо, который был другом и компаньоном Натана Ротшильда. Золото всегда было конкурентом для бумажных денег. И этого конкурента надо было убрать физически. Якобы такая цель ставилась еще в годы Первой мировой войны. Но не было полностью достигнуто. Как известно, в 20-е и 30-е годы в мире все-таки был восстановлен золотой стандарт, хотя и в урезанном виде. Как золотослитковые и золотодевизные. И после Второй мировой войны полностью изгнать золото из денежного мира не удалось. На Бреттон-Вудской конференции 1944 года было принято решение об установлении золотодолларового стандарта. В 1970-е годы произошел развал послевоенного Бреттон-Вудской валютной системы. Была объединена официальная демонетизация золота. Денежный печатный станок заработал на полную мощность. Мир вступил в совершенно новую фазу своего развития, которую можно определить такими словами, как полная экономическая либерализация и финансовая глобализация. В официальных источниках сообщается, что США отказались от выполнения своих обязательств по свободному размену бумажных долларов на золото по той причине, что золотые резервы американского казначейства быстро таяли. Их стало недостаточно для поддержания дальнейшего размена. Информационные партизаны считают, что такое объяснение является ложью, поскольку денежные власти США располагали несметными запасами золота, которое специально скрывалось, сохраняло статус черного на протяжении примерно 60 лет. От Первой мировой войны до международной конференции в Ямайке в 1976 году, когда официально было принято решение о демонетизации золота. Желтый металл целенаправленно стягивался со всех уголков мира в единую систему хранения, находящуюся под контролем мировой финансовой олигархии. Это прежде всего главные акционеры Федерального резерва, которые мечтали о времени, когда можно будет творить богатство из воздуха. Они мечтали о времени, когда они уподобятся творцу, который создавал мир из ничего. Черное золото, вопросы и ответы. Последняя из перечисленных версий звучит очень захватывающе. Отвечает всем канонам конспирологического жанра. Но чтобы все было правдоподобно, надо ответить на многие вопросы. Прежде всего на вопрос, каким образом мировой финансовой олигархии удалось тянуть в тайный резерв большую часть мирового запаса? Сколько золота было собрато? Почему те лица, у которых золото было собрано в тайный резерв столько времени хранили полное молчание? Где на сегодняшний день находится тайный резерв золота? Кто и как им управляет? И так далее. Попробуем найти ответы в работах информационных партизан. Общий объем черного золота, находящийся в тайных хранилищах, Это минимальная оценка. Некоторые авторы называют еще большие величины. Уилкок в своей финансовой тирании определяет количество золота в системе тайного хранения с точностью до килограмма 2 420 937 целых 4 десятых килограмма. Подавляющая часть этого золота 85% происходит из Китая и других азиатских стран. Многие авторы датируют отправку основной партии золота из Китая 1938 годом, когда Япония осуществляла оккупацию Китая, существовал риск захвата больших запасов золота, принадлежащего нескольким лицам Гоминьдана. ФРС протянула руку помощи китайским товарищам и предложила услуги по хранению металла на выгодных условиях. Как пишут партизаны в указанном году 1938 из Китая в направлении США вышли 7 судов груженных золотом Dragon Family. Таким образом, золото в добровольно принудительном порядке было передано частным владельцам на депозитные счета, которые обеспечивают этим владельцам стабильные доходы 4% годовых. Документально это золото отражается в глобальных залоговых счетах, но эти счета не относятся к сфере легальных финансов. ГЗС являются частью параллельной финансовой системы, осуществление которой известно очень ограниченному кругу лиц. В построениях Уилкака, Фулфорда, Гайаты, других партизан особое место уделяется Японии. Как известно, выход этой страны на мировую арену начался с революции Мэйдзи в 1868 году. Британская империя, тайно руководимая кланом Ротшильдов, рассматривал Японию как лучшую страну в качестве плацдарма для последующей кражи всего азиатского золота. Это была средневековая страна с малоразвитой технологией, но огромный населенный центр. Британия снабдила кланы Сацума и Чошу в Южной Японии современным оружием и военными стратегиями. И они быстро подчинили себе оставшуюся часть страны. А затем началась экспансия страны восходящего солнца в Китай. Над несметными золотыми запасами Китая нависла неприходящая угроза со стороны Японии. Часть золота была захвачена японцами и чтобы сохранить оставшуюся большую часть китайцам пришлось прибегать к услугам сначала английских банкиров, а затем после окончания Первой мировой войны банкиров Федерального резерва США. Роль Банка международных расчетов в проекте заморозки золота. Важным элементом секретной финансовой системы стал Банк международных расчетов БМР созданный в 1930 году и обосновавшийся в Швейцарии Базель. Кстати как отмечают партизаны идея создания БМР возникла у ведущих западных политиков сразу же после Первой мировой войны. Якобы среди инициаторов создания банка был император Японии Хирохито который еще в 1921 году совершил путешествие в Великобританию и там подписал секретные документы о планах создания банка. Хорошо известна роль БМР в финансировании гитлеровского режима и его сотрудничества с нацистами на протяжении всего периода Второй мировой войны. Между тем как считают партизаны мировая финансовая олигархия поставила перед БМР еще одну масштабную задачу обеспечить операции по формированию тайного запаса черного золота. Действительно несмотря на всю закрытость БМР известно что он активно занимался и продолжает заниматься операциями с золотом. По некоторым сведениям черное золото до 1963 года находилось на тайных депозитных счетах БМР. Впрочем намеки на то что БМР ключевой институт параллельной секретной финансовой системы действующей в интересах мировой элиты делались многими исследователями еще задолго до нынешних событий. Так профессор Джордж Таунского университета историк-конспиролог Кэрол Квигли 1910-1977 года автор известной книги «Трагедия и надежда. Мировая история в наше время». 1966 год открыто и не оправдываясь говорил о намерении БМР создать мировую систему финансового управления в частных руках способную господствовать над политической системой любой страны и мировым хозяйством в целом. Система должна управляться центральными банками мира в феодальном стиле, действующими сообща согласно тайным соглашениям, достигаемым во время частных личных встреч и совещаний. Черное золото и золотой картель. Но вернемся к загадочным ценным бумагам, выпущенным под черное золото. на них кроме номинала еще обозначен срок, по истечении которого металл должен быть возвращен первоначальному владельцу. Передачи осуществлялись в разные годы, сроки возврата тоже разные. Бумаги, как утверждают информационные партизаны, были разных форматов, единого стандарта не существует. Часть бумаг именные, другие на предъявителя. Номиналы бумаг разные, но в любом случае они измеряются миллионами, десятками и сотнями миллионов, даже миллиардами долларов. Примечательно, что чаще всего встречаются бумаги, датированные 1934 годом. Причем их становится все больше. Партизаны объясняют это следующим образом. Цены на золото неуклонно растут. Федеральные резервные банки допечатывают облигации образца 1934 года для того, чтобы компенсировать законным владельцам золота удорожание залогового металла. Более того, денежные власти США, ФРС и казначейство делают все возможное для того, чтобы затормозить рост цен на желтый металл. Для специалистов не является секретом, что в мире действует так называемый золотой картель, призванный всячески сдерживать рост цен на золото. Он действует под эгидой ФРС, казначейство США, с участием Банка Англии, БМР, ряда банков Уолл-стрит, Goldman Sachs, JP Morgan, Citi и других. С разоблачениями деятельности золотого картеля еще в конце 1990-х стала выступать уже упоминавшаяся нами организация ГАТА ГОЛД Антитраст Акшен Акшен. В 2009 году по требованию ГАТА и в соответствии с законом о свободе информации член Совета управляющих ФРС Кевин Уарш вынужден был признать, что Центральный Банк имеет тайные соглашения об обмене золотом с иностранными банками. 26 января 2012 года уже покинув пост члена Совета управляющих Уарш сделал доклад в Стэнфордском университете и высказался еще более откровенно Цена на золото строго контролируется центральными банками. Тема золотого картеля и роли ФРС и казначейства США в сдерживании роста цен на золото выходит за рамки данной статьи. Желающие могут подробнее познакомиться с ней в моей книге о золоте катасонов золота в экономике и политике России. В интернете сегодня выставлены фотографии многих ценных бумаг довоенного образца. Все они составлены на английском языке, что примечательно, во многих из них имеются слова с ошибками. Партизаны нам намекают, что это неспроста, мол, финансовые олигархи заранее планировали кинуть владельцев таких бумаг. предъявителям таких ущербных облигаций нынешние держатели черного золота могли бы сказать, это дешевые и безграмотные подделки. математика черного золота. Впрочем, как отмечают партизаны, финансовые олигархи начали кидать владельцев бумаг с самого начала, а именно с 1928 года. Самая ранняя датировка облигаций. Владельцам с этого времени не было выплачено ни одного цента в виде депозитов. Вместе с тем партизаны провели скрупулезные расчеты. За период 1961 2011 года в 51 год суммарные обязательства тайной финансовой системы перед держателями бумаг в золотом эквиваленте исходя из 4% годовых составили 4 миллиона 638 тысяч 792 метрических тонн. То есть почти в два раза превышает тот объем золота, который был депонирован первоначально в этой системе. Если исходить из того, что сегодня одна тонна золота на рынке стоит около 50 миллионов долларов, то получается, что долг держателя черного золота перед его истинными владельцами будет примерно равен 230 миллион долларов. а мировое богатство по экспертным оценкам составляет порядка 200 триллионов долларов. В общем, математические операции с черным золотом создают совершенно запредельные непостижимые для человеческого мочисла. Кстати, считается, что черное золото все десятилетия было запечатано и не обращалось, ведь надо было освободить пространство для бумажной продукции и печатного станка. Однако некоторые авторы склоняются к тому, что мировая олигархия все-таки запустила свои руки в хранилище черного золота и использовала его в своих целях. Подробно об этом не пишет никто из партизан, называются лишь некоторые бенефициары с озвученными вывесками. Комитет 300, общество черепы кости, Бильдербергский клуб, трехсторонняя комиссия, совет по международным отношениям. В публикации еще одного партизана Фила Шеннона, который называется Золотые воины. Говорится о том, что черное золото тайно работало на всех американских президентов, использовалось за кулисой для того, чтобы влиять на политическую жизнь суверенных государств, покупать выборы, контролировать СМИ, совершать убийства, короче говоря, навязывать волю Америки. Президенты Сукарна, Джон Кеннеди и соглашения Хилтон Грин. После Второй мировой войны держатели бумаг и реальных владельцев черного золота, богатейшее семейство Азии в ассоциации доверителей известной в настоящее время как Амаха, Аманах или Мандаты, возглавил эту ассоциацию тогдашний президент Индонезии Сукарна. Партизаны утверждают, что ООН в 1948 году якобы даже приняла специальную резолюцию, которая официально узаконивала полномочия Сукарна. Важным в истории черного золота является событие, которое партизаны называют соглашением Хилтон-Грин. Якобы в 1963 году между ассоциацией доверителей во главе с Сукарна и американским президентом Джоном Кеннеди было достигнуто соглашение, согласно которому черное золото снималось с депозитов БМР и переводилось в финансовую систему США, в казначейство, но не в федеральный резерв. Для укрепления доллара, как международная валюта, предусматривалась постепенная легализация черного золота и введение его в экономический оборот. Детали соглашения до сих пор неизвестны, но создается впечатление, что запасы легализованного золота приобретали некий наднациональный статус и должны были управляться совместно всеми заинтересованными странами. Можно предположить, что доллар, будучи подкрепленным международными запасами золота, переставал быть чисто национальной денежной единицей. Приобретал черты наднациональной валютой. С помощью этих международных золотых резервов планировалось начать крупномасштабные программы преодоления социально-экономической осталости стран третьего мира. Если такие договоренности действительно имели место, то они фактически означали кардинальную ревизию послевоенной валютно-финансовой системы, базировавшейся на решениях Бреттон-Вудской конференции 1944 года. Президент США рассчитывал на первых порах при поддержке со стороны международного сообщества поэтапно перейти на выпуск обеспеченных металлом казначейских билетов. То есть предполагалось лишить Федеральный резерв план прав на выпуск денег, которые он получил в 1913 году. Якобы именно в этот момент в июле 1963 года был издан известный указ президента США номер 11110 о выпуске американским казначейством серебряного доллара. Соглашение Хилтон-Грин вкупе с президентским указом вызвал ярость хозяев Федерального резерва. И через несколько недель после этого Джон Кеннеди был убит. Разморозить запасы черного золота так и не удалось. В 1967 году произошло смещение президента Сухарна. Сегодня вопросами относящимися к черному золоту со стороны развивающихся стран занимается организация, которую партизаны называют Траст Сухарна. На сегодняшний день первым лицом в этом Трасте является некто доктор Сена, родственник президента Сухарна. Заинтересованные страны, входящие в Траст Сухарна, в последнее время активизировались. По данным Бенджамина Фулфорда, недавно в Монако проходил форум с участием представителей 111 стран, входящих в Траст Сухарна. В данном случае я кратко изложил версию развития событий на основе публикации партизан. Самого соглашения Хилтон-Грин мне найти не удалось. Пример откровенной фальсификации События 11.09.2001 Сроки возврата черного золота их владельцам в разных источниках разнятся. Но в любом случае все они уже давно истекли. Обещания вернуть золото делались много раз, а даты переносились. Согласно одной из версий уилкок финансовой тирании китайское золото должно было вернуться их хозяевам через 60 лет, то есть в 1998 году. Если отсчитывать от 1938 года, правоприемники Гоминьдана, обосновавшиеся на Тайване, якобы в 1998 году обратились в международный суд в Гааге. На своих тайных заседаниях он якобы удовлетворил китайский иск к ФРС и потребовал вернуть золото не позднее 12 сентября 2001 года. Но тут произошли известные события в Нью-Йорке. Террористический акт, завершившийся уничтожением башен международного торгового центра. А какая связь с черным золотом? Партизаны считают, что связь самая прямая. Якобы золото Dragon Family хранилось в подвалах под небоскребами МТЦ. А после пожара и обвала небоскребов якобы таинственным образом исчезло. Называется даже стоимость утраченного золота 130 миллиардов долларов. Логика предельно проста. Нет золота и обязательств тоже нет. В общем владельцев золота якобы наглым образом надули. Независимые расследования так называемых террористических актов показывают, что в подвалах МТЦ действительно имелось золото, что оно действительно исчезло после разрушения небоскребов, однако количество его измерялось достаточно скромными величинами несколько тонн. по данных Times Online до атаки в подземных хранилищах Всемирного торгового центра находились слитки золота и серебра на общую сумму 960 миллионов долларов. В результате спасательных операций в ноябре 2001 года там было найдено драгоценных металлов на сумму только 230 миллионов долларов. Найдено при странных обстоятельствах золото находилось в бронированных большегрузных грузовиках фирмы Brinks в туннеле под торговым центром. На вопрос почему золото было в автомобилях кто когда и куда вывозил содержимое хранилище правительство ответа не дает. Все замяли и списали на террористов. К тому же золото в хранилищах ВТЦ было отнюдь не черное имело конкретных владельцев. Черное золото низкое качество информационного продукта. В общем сюжет закручен очень круто. Но это не сюжет какого-то триллера или боевика. Это последняя версия новейшей мировой истории которая на полном серьезе сегодня обсуждается в мировых СМИ юристами экономистами конгрессменами США. Как стало известно этой историей заинтересовался главный противник ФРС в конгрессе США Рон Пол. Слишком много несуразностей в документах относящихся к теме черного золота. Сразу оговорюсь я проводил анализ только текстов экспертизой копии документов ценных бумаг и фотографий хранилищ золота я не занимался. Там говорят также много странностей но подобного рода экспертизу я оставляю специалистам. Вот некоторые из бросающихся в глаза несуразности. Первое запасы черного золота фигурирующих в документах 2,4 миллиона тонн более чем на порядок превышают объемы накопленного за все время существования человечества добытого из недр золота. Для этого достаточно обратиться к специальной литературе. Соответствующие оценки делались уже в 19 веке когда еще и в помине не было федеральной резервной системы и заговора направлены на то чтобы собрать золото всего мира и укрыть его от глаз человечества. Второе черное золото по данным партизан находится сегодня в хранилищах число которых равно примерно полутора сотням. Это гигантские хранилища на фоне которых знаменитый американский форт Нокс выглядит просто карликом. Почти все хранилища находятся якобы в различных азиатских странах особенно много их на Филиппинах. Для пущей убедительности приводятся различные фотографии изображающие как внешний вид этих закамуфлированных объектов так и их интерьеры залы с бесчисленными рядами золотых слиток. Неужели за многие десятилетия существования этих хранилищ никто на Филиппинах и в других азиатских странах не имел об этих объектах и их содержимом? Это почти невероятно. Если бы такие объекты были то наверняка у лидеров соответствующих стран появился бы соблазн конфисковать черное золото. Это было бы не грабежом а восстановлением справедливости. Зачем какой-то непонятной группе Dragon Family подавать иск в окружной суд Нью-Йорка когда можно было у себя в стране совершить операцию по захватку хранилищ золотом. Тем более золотом принадлежащим гражданам этой страны. Третье. Привлечение золота осуществляли Федеральные резервные банки в период между двумя мировыми войнами. Чаще всего называются следующие даты 1928 1934 1938 Отметим что вскоре после прихода на пост президента США Франклин Рузвельт издал указ номер 6102 от 5.04.1933 согласно которому все физические и юридические лица США включая банки должны были сдать золото в казначействе США по цене около 20 долларов за тройскую унцию. Для этого золота даже было построено специальное хранилище Форт Нокс. Банки вместо металлического золота получали так называемые золотые сертификаты. Частное владение золотом на территории страны было запрещено на 4 десятилетия. Отмена произошла лишь в президенте Никсоне. Возникает вопрос каким образом банки входившие в ФРС могли заниматься операциями с физическим золотом в 1934 году и 1938 годах если они были запрещены президентским указом. Они осуществляли незаконные операции по привлечению золота из Азии. Или они получили особые секретные полномочия от президента и правительства. В общем пока концы с концами в конспирологических схемах партизан не сходятся. Четвертое. Партизаны отмечают что многие страны которые входили в так называемую группу 77 имели своих людей в Ассоциации доверителей ОМОНах. Группа 77 состояла в основном из развивающихся стран имела в 70-е и первой половине 80-х достаточно большое влияние международных отношений. Организация объединенных наций выступала с антиимпериалистических позиций под фактической гидой Советского Союза. Почему СССР и группа 77 не использовали в борьбе с мировым империализмом такое мощное оружие как облигации Федерального резерва и запасы черного золота на территории ряда стран Азии входивших в группу 77 Скорее всего потому что такого оружия в природе не было и вся история с черным золотом и облигациями ФРС придумана и обставлена разного рода подделками самых последних лет. Кстати следует иметь в виду также что советская разведка на протяжении многих лет до начала Второй мировой войны и в течение всех военных лет имела ценнейшего своего агента в Министерстве финансов Гарри Декстера Уайта Уайт был помощником министра финансов Моргентау отвечал за международные дела и связи с государственным департаментом на Бреттон-Вудской конференции он возглавлял американскую делегацию после создания Международного валютного фонда был первым директором и представителем США если бы черное золото существовало то Уайт об этом наверняка бы знал поскольку его шеф Моргентау был в высшей степени посвященным человеком можно не сомневаться что это ценнейшая информация стала известна известна бы стала в Москве которая непременно воспользовалась бы этой козырной картой однако мы не находим ни малейшего намека на то чтобы кто-то в советском руководстве что-то слышал о черном золоте трансформация реальных фактов в информационный продукт конспирологии примечательно что в основе почти каждой конспирологической истории связанной с золотом есть некое реальное основание но это основание до неузнаваемости искажается и гипертрофируется возьмем например историю с добровольно принудительным перемещением золота накануне и в ходе второй мировой войны такие перемещения действительно имели место но речь в данном случае идет о передаче золота на хранение в сейфе США а не о каких-то инвестициях в уставной капитал иди о банковских депозитах об этих передачах золота знают руководители соответствующих стран они оформлены в виде договоров известны объемы золота находящегося на ответственном хранении в США о том что иностранное золото находится на территории США и хранилось в подвалах Федерального резервного банка Нью-Йорка в Манхэттене знал любой специалист никакой тайны тут не было вот например что писал об этом золоте еще в советские времена наш известный экономист Аникин камера хранения в недрах Манхэттена возникла в 30-х годах когда многие страны Европы оказались под угрозой гитлеровской агрессии и часть своих золотых запасов сдали держать Нью-Йорке когда в 50-х годах западноевропейские и некоторые другие страны получили возможность обменивать свои растущие долларовые накопления на золото они как правило не вывозили металл на собственную территорию а оставляли на хранение в США в конце 1972 года количество чужого золота находящегося в США достигло 12,7 тысяч тонн факт хранения многими странами своих золотых запасов США обусловлен как экономическими так и политическими причинами большинство стран Западной Европы владеющих крупными золотыми запасами держит Нью-Йорке значительную их часть исключение составляет Франция которая по традиции в соответствии с политикой ее правительства хранит свой запас на собственной территории всего на территории США физически находится до 20 тысяч тонн монетарного золота что составляет около 60 процентов централизованных запасов капиталистического мира эта величина мало менялась в 70-80 годах как видим цифры объемов иностранного золота находящегося в послевоенное десятилетие на территории США на два порядка меньше чем те которые называют наши информационные партизаны тема иностранного золота на территории США выходит за рамки данной статьи хочу лишь отметить что реальных и очень острых вопросов связанных с таким золотом очень много например проблема возможного незаконного использования находящегося на хранении золота федеральным резервам банком нью-йорка однако эти вопросы партизанам не интересны так как их анализ слишком трудоемок да и масштаб не тот а возможные результаты такого анализа могут быть реально опасными миф миф о несметных золотых запасах Китая наконец крайне гипертрофированы представления о несметных золотых запасах на территории Китая в основу такого представления положены реальные исторические факты тысячелетней торговой истории Китая с Европой торговля была несбалансирована экспорт в Европу многократно превышал импорт из Европы что вело к накоплению золота в этой азиатской стране к началу 19 века по оценкам некоторых экспертов например известного западного специалиста по золоту Тимоти Грина его накопилось несколько сот максимум тысячи тонн но отнюдь не сотен тысяч или миллионов тонн как это утверждают партизаны по тем временам это было безусловно много Запад особенно Великобритания делали все возможное чтобы вернуть это золото ему это в значительной мере удалось сделать с помощью двух опиумных войн развязанных англичанами а позднее поддержанных французами так что к концу 19-го от этих баснословных золотых богатств осталось очень немного золотых запасах не включают не включают секретные и закрытые фонды это особенно характерно для нефтедобывающих стран Ближнего Востока Грин известный западный специалист в области золота оценивал в начале 80-х величину таких скрытых резервов в одну тысячу тонн заметьте оценка составляет одну тысячу тонн а у наших партизан черное золото оценивается в 2,4 миллиона тонн кому выгодно несуразности выплывают не только при сравнении информации о черном золоте с серьезными научными источниками но также при сопоставлении информации поступающей от разных партизан например Дэвид Уилкок говорит что золото китайцев находилось в подвалах под зданиями МТЦ в Нью-Йорке и предлагает нам новую версию событий 11.09.2001 Бенджамин Фулфорд с увлечением описывает внешний вид и внутренности хранилища гаминьдановского золота на Филиппинах и других странах Юго-Восточной Азии ему это надо для разработки новой версии истории Второй мировой войны в Азиатско-Тихоокеанском регионе наблюдается у авторов разнобой и по другим деталям у одних ценные бумаги называются сертификатами у других облигациями у одних бумаги выпущены казначейством США у других федеральными резервными банками и так далее и тому подобное разнобой можно заметить в рамках одной и той же публикации это свидетельствует как о низкой профессиональной подготовленности авторов так и об элементарной неряшливости в том что мы имеем дело с фальсификациями лично у меня сомнений нет список несуразности и нестыковок в документах по черному золоту можно продолжать интереснее и сложнее другие вопросы кому нужна вся эта история с черным золотом кто реально стоит за группой Dragon Family кто конкретно организует и координирует информационные атаки против ФРС сложно поверить в то что информационные партизаны являются просто энтузиастами или чудаками одиночками кто-то создает им режим наибольшего благоприятствования в средствах массовой информации кто-то поставляет им или подбрасывает через своих агентов дорогостоящие подделки документов и ценных бумаг а также разного рода антикварные чемоданчики ящики сундуки и иные контейнеры для хранения этих бумаг на изготовление которых требуется незаурядное искусство кто-то наконец помогает им не ограничиваться созданием новых информационных продуктов но также организовывать громкие судебные дела и нанимать дорогостоящих адвокатов интуиция мне подсказывает что эти кто-то те же самые кто немного ранее вывел на орбиту в Америке движение оккупируй Уолл-стрит может быть чудаков одиночек действующих в разных странах следует называть не партизанами ведущими справедливую освободительную борьбу против финансовых оккупантов а диверсантами действующими сознательно или используемыми в темную в интересах мировой закулисы как бы упреждая подобного рода подозрения партизаны говорят что действуй от имени а большой части генералов и офицеров Пентагона которые крайне недовольны федеральным резервом который захват захватил власть стране и навязывает Америке авантюристскую внутреннюю и внешнюю политику б многих десятков тех стран которые в свое время в добровольно принудительном порядке сдали свое золото федеральным резервам а позднее объединились в ассоциацию доверителей Траст Сукарна в группы Dragon Family что касается последней версии то тут много неясного в момент подачи иска в окружной суд Нью-Йорка 23 ноября 2011 года все были уверены что под названием Dragon Family выступает богатый китайский геминьдановцы однако уже в апреле 2012 года один из наиболее известных партизан Бенджамин Фулфорд резко отмежевался от поддержки группы Dragon Family заявив что за ней на самом деле скрываются Ротшильды Рокфеллеры и другие ключевые акционеры ФРС в неявном виде у некоторых авторов звучит между строк следующая мысль якобы сегодня заканчивается эра бумажных денег мировые олигархи подумывают о том чтобы на новом витке истории вновь вернуться к золотому стандарту для этого надо постепенно выводить золото из тайников черное золото делать белым правда непонятно каким образом Ротшильды и Рокфеллеры сумеют использовать золото которое им не принадлежит но на этот вопрос я думаю также в ближайшее время будут подготовлены остроумные ответы и эффективные решения интрига закручивается по всем канонам остросюжетных фильмов не будем спешить с ответами мой осторожный вывод сводится лишь к следующему современному читателю не следует слишком доверяться конспирологическим публикациям на эту тему мировых финансов а их число судя по всему будет расти как снежный ком золото из золотого запаса США история и технология расхищения в последнее время золото стало одной из ключевых тем мировых СМИ интерес к желтому металлу стал подогреваться сообщениями о планах Германии и ряда других стран произвести репатриацию своих золотых запасов из США и Великобритании куда они переводились в разное эти сообщения породили активные дискуссии по поводу того насколько надежно центральные банки и министерства финансов осуществляют хранение доверенных им официальных резервов золота возникли подозрения что золото там меньше чем об этом свидетельствуют официальные цифры в данной публикации мы выдвигаем предположение что в хранилищах центральных банков ведущих экономически развитых стран золото практически не осталось золотые распродажи или верхняя часть айсберга центральные банки на протяжении четырех десятилетий освобождались от своих золотых запасов практиковались две формы такого освобождения а публичные продажи металла б тайные операции начнем с самого простого и очевидного публичных распродаж черного металла которого в официальных резервах всех стран мира и международных организаций в 1975 году насчитывалось 36,7 тысяч тонн в том числе официальные резервы экономически развитых стран 28,1 тысяч тонн развивающихся стран 3,6 тысяч тонн международных организаций международный валютный фонд банк международных расчетов в базе 5 тысяч тонн они представляют верхнюю видимую часть айсберга называемого золотыми запасами распродажи начались сразу же после того как сначала де-факто а затем де-юре был ликвидирован золотодолларовый стандарт в 70-е годы прошлого века все продажи золота из официальных запасов можно условно разделить на три категории первая ранние продажи во второй половине 70-х до начала 80-х годов прошлого века это были аукционы организованные казначейством США и международным валютным фондом второе продажи центральных банков в рамках так называемых вашингтонских соглашений по золоту которые начали действовать с осени 1999 года третье разрозненные продажи отдельных центральных банков и международных организаций в разные годы периода в 70-х годах США продали 530 тонн золота МВФ 732 тонны всего 1262 тонны в 1980 денежные власти в мире почти не совершали ни продаж ни покупок желтого металла его резервы находились в замороженном состоянии в 90-е годы чистые продажи золота из официальных резервов экономически развитых стран составили уже внушительную сумму в 2,9 тысяч тонн в конце 2000 года официальные резервы золота в мире были уже на 3,6 тысяч тонн меньше чем в 1975 году всего официальные резервы составляли 33,000 тонны в том числе официальные резервы экономически развитых стран 24,000 тонны развивающихся стран сюда же включены бывшие социалистические страны 4,8 тысяч тонн международных организаций международный валютный фонд и банк международных расчетов базы или европейский центральный банк 4,2 тысяч тонн в нынешнем столетии продажи осуществлялись преимущественно в рамках Вашингтонских соглашений в сентябре 1999 года в Вашингтоне было подписано соглашение между центральными банками о продаже золота на пятилетний период соглашение было подписано 17 центральными банками включая ЕЦБ впоследствии оно получило название первое Вашингтонское соглашение по золоту ВСЗ-1 официально было заявлено что это соглашение преследовало цель сдерживать продажи желтого металла центральными банками для того чтобы не обрушивать рынок золота на самом деле цель была противоположной обязать центральные банки продавать металлы своих запасов для поддержания низких цен на золото были определены разнарядки для отдельных стран всего за 5 лет планировалось выбросить на рынок 2000 тонн металла в сентябре 2004 соглашение было переоформлено с установлением новых норм продажи для отдельных участников оно стало называться вторым Вашингтонским соглашением по золоту ВСЗ-2 до конца сентября 2009 года появилось третье Вашингтонское соглашение по золоту ВСЗ-3 больше всего золота в рамках Вашингтонских соглашений было продано Швейцарии 1300 тонн далее следует Франция Великобритания Нидерланды среди других стран Испания Португалия среднегодовые объемы чистых продаж центральных банков на период 2001 2009 года равны 385 тонн однако в 2009 году в момент апогея финансового кризиса в политике центральных банков произошел разворот из чистых продавцов они превратились в чистых покупателей желтого металла этот разворот попытался нивелировать Международный валютный фонд который в период с сентября 2009 по декабрь 2010 продал из своих запасов 403 тонны желтого металла всего за 40 лет жизни после краха стандарта из официальных запасов было продано в общей сложности около 6,5 тысяч тонн желтого металла чистой продажи что сократило официальные запасы примерно на 18% в настоящее время эти запасы согласно официальным данным немного превышают 30 тысяч тонн распродажи золота тоже ограбление детальный анализ многих операций по продаже золота центральными банками показывает что сделки совершались в те моменты когда они были наиболее выгодны продавцу не продавцу а покупателям приведем лишь два примера в периоде с 9 2002 годов когда мировой рынок золота находился на самой нижней точке по сравнению с предыдущим 20-летием банк англии продал на 17 на 17 аукционах более половины официального золотого запаса страны или почти 400 тонн желтого металла решение продажи было принято тогдашним министром финансов Гордоном Брауном на момент начала продаж запас составлял 715 тонн золота в конце немногим более 300 выручка от продажи металла была конвертирована в доллары США евро и иены прошло 8 лет после завершения операции и лишь в 2010 году в стране началось расследование этой истории на момент расследования весна 2010 года цена на золото была выше цены на момент распродажи золотого запаса более чем 4 раза 1250 долларов за тройскую унцию против 256 296 долларов получалось что на тот момент убытки от продажи золота достигли примерно 7 миллиардов фунтов стерлингов примечательно что в период 99 2001 годов министром финансов США был Ларри Симмерс который находился в тесном контакте с Гордоном Брауном и оказывал на него давление при принятии решения о продаже золота будучи министром финансов Саммерс был также главой фонда валютных стабилизаций основного механизма правительства США по снабжению рынков физическим металлом маловероятно что Браун продавая золотой запас действовал в одиночку эксперты утверждают что Вашингтон за счет официальных запасов США также снабжал рынок золота через свопы и лизинговые соглашения которые никогда не были зарегистрированы как смена собственников цель этих операций подавление цен на мировом рынке золота другой пример касается Швейцарии накануне продаж в 1999 году официальный запас золота Швейцарии был равен 2590 тонн что ставило эту страну по золотому запасу на второе место после США в период 2000 2005 годов Швейцарский национальный банк продал в общей сложности 1300 тонн золота средняя цена на золото в тот период времени составляла 350 долларов за тройскую унцию диапазон от 250 до 450 долларов осенью 2012 года цена на желтый металл приблизилась на мировых рынках к отметке 1800 долларов это более чем в 5 раз превысило среднюю цену за период 2000 2005 годов нетрудно посчитать что убыток от такой операции на конец прошлого года составил 60 миллиардов долларов это в несколько раз больше чем потери от продажи золотого запаса Англии Гордона Брауна приведенные примеры убедительно показывают что золотые продажи были нужны не денежным властям и не гражданам Великобритании и Швейцарии а покупателям которые предпочитали себя не афишировать 90-е годы тайные операции по выведению золота из подвалов центральных банков в 90-е годы по мнению многих экспертов центральные банки приступили к активному использованию золотых запасов для предоставления металла в лизинг разновидность кредитных операций при этом операции держались в секрете от публики включая законодателей и правительства одна из главных целей таких тайных операций подавление цены на желтый металл который неявно продолжал оставаться конкурентом доллара США финансовой олигархии владельцам печатного станка ФРС в это время нужен был сильный доллар чтобы осуществлять с его помощью активную скупку активов по всему миру в этом вся суть так называемой финансовой и экономической глобализации раскрытием тайных замыслов мировой финансовой олигархии подчинившей своим интересам центральные банки большинства стран мира занялись различные эксперты была даже создана организация ГАТА Gold Antitrust Action которая поставила своей целью раскрыть тайные операции так называемого золотого картеля последний по мнению экспертов ГАТА был предназначен для подавления цен на желтый металл за счет использования ресурсов центральных банков и казначеств в состав картеля входили Федеральный Резервный банк Нью-Йорка Банк Англии Банк Уолл-Стрит в первую очередь инвестиционный банк Голден Мансакс другие банки и финансовые компании в том числе европейские для проведения отдельных операций подключались также центральные банки других стран например Бундесбанк швейцарский национальный банк золотодобывающие компании даже такая авторитетная организация тесно завязанная на золотодобычу как Голд Филдс Минерал Сервис признавала что в начале нынешнего века за пределами центральных банков находилось около 5000 тонн желтого металла который числился на балансах ЦБ известный западный эксперт в области золота Джеймс Тарк используя как денежную так и таможенную статистику Великобритании и США пришел к выводу что только из этих двух стран тайная утечка металла из официальных резервов за период 1991-2002 составила 7287 тонн еще более впечатляющими являются оценки известного эксперта в области золота Фрэнка Венерозо Фрэнк Венерозо который в 1998 году опубликовал выдающийся отчет о рынке золота под названием ежегодная золотая книга 1998 в нем Венерозо приходит заключение что продажи золота центральным банком искусственно подавляли весь объем спроса на золото примерно на 1600 тонн в год при 4000 тонн ежегодной продаже на рынке из 33 тысяч тонн которые по тем временам официально имелись у центробанков на физическое золото по подсчетам Венерозо в действительности приходилось 18 тысяч тонн за пределами ЦБ обращалось около 15 тысяч тонн металла переданного внешним организациям посредством лизинговых кредитных сделок и операций своп обмен золота на другие активы на условиях обратного обмена золотом в принципе оценки Венерозо не идут в разрез с оценками Джеймса Терка они являются более широкими так как учитывают выведение официального золота не только по двум странам но по большинству ведущих центральных банков бухгалтерские трюки центральных банков если западные центробанки действительно дают в лизинг свои физические резервы они не должны раскрывать информацию о конкретных объемах золота покидающего их хранилища в соответствии с документом на сайте европейского центрального банка касательно статистического учета международных резервов то есть золотовалютных резервов евросистемы существующие рекомендации к отчетности не требуют от центробанков проводить грань между золотом который находится в их сейфах и золотом которое они передали на сторону посредством лизинга или операции своп в документе говорится что обратимые операции с золотом не оказывают влияния на уровень золотого запаса независимо от вида операции то есть золотые свопы соглашения рэпа депозиты или займы проводимые в соответствии с рекомендациями содержащимися в директивах МВФ таким образом согласно существующим директивам к отчетности центральным банкам разрешено и далее учитывать физическое золото на своем балансе даже если они целиком и полностью обменяли его на что-либо или отдали в лизинг это можно увидеть потому как западные центробанки называют свои золотые резервы например правительство Великобритании называют свой золотой запас золото включая золото в свопах и займах это точная формулировка используемая в официальных сообщениях это же происходит и в Минфине США и в ЕЦБ которые называют свои золотые резервы золото включая золотые депозиты золото включая золото в свопах золото включая золотые депозиты и золото в свопах очень немногие центральные банки в своих отчетах уточняют какая именно часть их официальных золотых запасов хранится в виде физического металла, а также какая часть была отдана в качестве займов или свопов и так далее. Вряд ли укреплению авторитета Центрального банка способствует признанию его руководством того, что его золото отдано взаймы посредникам в виде банков-дилеров, которые берут это золото и продают его, например, Китаю. Но цифры определенно дают повод предполагать, что именно это и происходит. Скорее всего, золото Центробанка пропадало, а банки-дилеры, продавшие его, не имеют реальных шансов вернуть его обратно. Расчеты Эрика Спротта «Хищение золота из Центробанка в 21 веке» продолжались. Эрик Спротт – миллиардер, известный инвестор с 35-летним опытом работы на финансовых рынках. Бывший знаток тонкостей торговли желтым металлом. Полагает, что официальная статистика явно не учитывает в полной мере реальный спрос на желтый металл на мировом рынке. Он оценивается обычно в пределах 4-4,5 тысяч тонн в год. По его расчетам, реальный спрос на драгоценный металл в последние десятилетия был в среднем на 2300 тонн выше официальных цифр, приводимых Всемирным Советом по золоту и другими авторитетными организациями. А предложение золота за счет новой добычи и лома явно недостаточно для покрытия реального золотого спроса в мире. Существует какой-то таинственный источник золота, обеспечивающий покрытие неучтенного спроса в размере примерно 200-2300 тонн в год. Чем же закрывается дефицит золотого баланса? По мнению спротта, недостающие объемы желтого металла поступают на рынок из подвалов центральных банков. По его мнению, такие дополнительные поставки осуществляли в нынешнем веке ЦБ экономически развитых стран США, Западная Европа и Япония. А также международные организации, располагающие собственными запасами металла. Международный валютный фонд, Европейский Центральный Банк. В первом десятилетии нынешнего столетия совокупные запасы золота, указанных ЦБ и международных организаций, согласно их официальным данным, сильно не менялись, находясь на уровне 23 тысяч тонн. Требуется сделать небольшую оговорку. Официальный золотой резерв США формально находится на балансе не ЦБ ФРС, а Казначейства Министерства Финансов США. Впрочем, на балансах ФРС имеется зеркальное отражение этого золота в виде бумажных расписок, называемых золотыми сертификатами. Поэтому с определенными допущениями можно говорить и о золоте ФРС. Тем более, что по некоторым версиям золото из Казначейства США вернулось в Банке ФРС, откуда оно было изъято в 1933 году, согласно указу президента Рудзвельта. Некоторые эксперты полагают, что возвращенное золото произошло по требованию Банка ФРС, которым правительство США задолжало громадные суммы денег. Если спрот прав в своей версии, то получается, что запасов золота центральных банков экономически развитых стран для удовлетворения дополнительного неучтенного спроса имелось лишь на 10 лет. То есть, по идее, где-то к 2011 году подвалы центральных банков стран, входящих в зону золотого миллиарда, должны были опустить. А ведь сегодня на дворе уже 2013 год. Но при этом, нам не следует забывать, что уже к началу нынешнего века эти подвалы были уже полупустыми, что вытекает из приведенных нами выше оценок Венероза. Еще в 1998 году за пределами центральных банков гуляла почти половина официальных запасов золота всех центральных банков. То есть, скажем, на 2001 год из 23 тысяч тонн официальных резервов центральных банков зоны золотого миллиарда в подвалах реально находилось лишь 11,5 тысяч тонн. А этого золота хватило бы для покрытия дополнительного неучтенного спроса в лучшем случае лишь на 5 лет. То есть, золотые подвалы золотого миллиарда должны были опустить не в 2011, а в 2006 году. Какая-то мистика ворует не только свое, но и чужое золото. Мистика исчезает, если мы вспомним, что центральные банки некоторых стран в своих подвалах хранят не только золото, которое числится на их балансах, но и металл, принадлежащий иностранцам, в том числе центральным банкам и казначействам других стран. Впрочем, услугами хранения пользуются и частные структуры, прежде всего крупные банки. В связи с историей о планах возвращения золота Германии из других стран, мы узнали, что из общего объема официальных резервов этого государства, равного примерно 3,4 тысяч тонн, более 2 трети хранится за пределами страны. А именно, 1536 тонн в подвалах Федерального резервного банка Нью-Йорка, 374 тонны в подвалах Банка Франции, 450 тонн в подвалах Банка Англии. А теперь попробуем посмотреть на проблему зарубежного золота с другой стороны, со стороны тех стран, которые исполняют роль сторожей или кладовщиков. Крупных таких сторожей в мире не очень много. Это все же США, Великобритания, Франция, а также Швейцария. Причем в последней из названных стран роль сторожа выполняет не только ее центральный банк, Швейцарский национальный банк, но также находящийся на территории Швейцарии Банк международных расчетов. В данном коротком списке львиная доля всего зарубежного золота приходится на две страны США и Великобритания. В США и Великобритания в подвалах Федерального резервного банка Нью-Йорка и Банка Англии хранится иностранного золота в объеме превышающем 11 тысяч тонн. Примечательно, что в Великобритании иностранного золота в 16 с лишним раз больше, чем собственного. А в США иностранное золото составляет 76% по отношению к запасам собственного золота. В Банке Англии хранится золото из различных стран, входящих в Британское Сотрудничество Австралия, Канада, Индия и другие. Банк Англии сегодня играет большую роль не только для стран, входящих в БС, но также для стран континентальной Европы. Австрия, например, хранит в Банке Англии 80% своего золотого запаса, Голландия 18%, Германия 13%. Имеются клиенты и из других регионов. Например, Центральный банк Мексики хранит в Банке Англии 95% золотого запаса. В Банке Англии размещают свое золото также организации, которые называются Bullion Banks, частные банки, работающие с физическими слитковым золотом. Часть иностранного золота в Банке Англии размещается на основе договоров хранения, причем иностранные клиенты платят за эту услугу. Часть золота размещается на депозитных счетах, на которых начисляются проценты. Автор недавно вышедшей статьи о золотых запасах, находящихся в управлении Банка Англии, полагает, что величина этих запасов, которые приводятся в официальной статистике 5378 тонн, занижена. Алисдер Маклеот. Золото Банка Англии. Сомнения остаются. Итак, запасы золота, находящиеся на хранении в США и Великобритании, по состоянию на 1 октября 2012 года. Метрические тонны. Материал Алекс Дерда Маклеота. Золото Банка Англии. Сомнения остаются. Первое. Собственное золото. США. 8133,5 тысяч тонн. В Великобритании. 310,3 тысяч тонн. В США и Великобритании всего 8443,8 тысяч тонн. В Великобритании всего 11,268,2 тысяч тонн. Всего. Собственное плюс иностранное золото. В США. 14334. В Великобритании 5378. В США и Великобритании всего 19712. Четвертое. Доля иностранного золота в общем объеме золота, находящегося на хранении, в процентах. В США. 41,1. В Великобритании. 94,3. В США и Великобритании всего 57,2. Чтобы продолжать прежнюю игру с золотом, денежным властям золотого миллиарда, надо было запустить руку не только в собственные резервы драгоценного металла, но также запасы золота, которые были доверены им другими странами. Нетрудно посчитать, что иностранного золота в сейфах ФРБ Нью-Йорка и Банка Англии для покрытия дополнительного неучтенного спроса на желтый металл в объеме 2,3 тысяч тонн достаточно примерно на 5 лет. Иначе говоря, где-то в 2011 году все золотые запасы центральных банков золотого миллиарда должны были быть исчерпаны. Конечно, это грубый расчет. Мы не приняли в расчет золотые запасы иностранцев, хранящиеся в Швейцарии, Канаде и Австралии. Не исключено, что к золотым играм денежных властей стран золотого миллиарда в добровольно-принудительном порядке могли быть подключены центральные банки ряда стран, находящихся за пределами золотого миллиарда. Например, в сентябре 2012 года были зафиксированы синхронные продажи золота центральными банками ряда стран, находящихся за пределами золотого миллиарда, которые до этого осуществляли наращивание своих золотых запасов. Это Мексика, Чехия, Россия, Беларусь, Казахстан. Аналитики усматривают в этой операции поддержку доллара США. Именно в сентябре 2012 года началась третья фаза количественных смягчений ФРС США. На рынок было выброшено большее количество американской валюты, которая использовалась для скупки нужными банками активов по всему миру. Вероятно, за счет этих долларов приобреталось и золото. С учетом этих непринятых в расчет запасов драгоценного металла золотая игра центральных банков может протянуться еще 1-2 года. Именно таково мнение Эрика Спротта и ряд других экспертов в области золота. Золотая игра может закончиться уже завтра. Момент истины может наступить даже раньше, чем это предсказывает Спротт. Почему? Потому что, по его мнению, в своих расчетах он не учитывает или недоучитывает некоторые отягощающие моменты, связанные как с спросом, так и с предложением на мировом рынке золота. Впрочем, его последние выступления в прессе показывают, что он сам начинает ужесточать свои прогнозы. Момент первый. Быстро растет спрос на желтый металл со стороны Китая. Темпы прироста импорта золота беспрецедентно высокие. Если еще в 2009 году ввоз желтого металла в Китай через Бангкок, по официальным статистическим данным, последнего был равен 45 тоннам, в 2011 году он составил 431 тонну, в 2012 превысил 834 тонны. В рамках своей золотой политики Китай и далее намерен наращивать скупку золота на мировых рынках. Скупка идет для удовлетворения растущих потребностей ювелирной промышленности, растущего инвестиционного спроса, наращивания государственных резервов. Спрот в своих расчетах принимал во внимание китайский фактор, но несколько его недооценил. Момент второй. После завершения первой волны финансового кризиса, многие центральные банки начали активно скупать желтый металл на мировом рынке, начиная с 2009 года. Центральные банки в целом по миру впервые за два с лишним десятилетия из нетто-продавцов превратились в нетто-покупателей желтого металла. Чистые закупки золота центральными банками мира в 2011 году составили 430 тонн. В 2012 году, по предварительным оценкам, они могут превысить 500 тонн. В феврале 2013 года были опубликованы данные Всемирного совета по золоту о закупках золота центральными банками за прошедший год. Они составили 534,6 тонны. Это самый высокий показатель, начиная с 1964 года. За этими учреждениями, усредненными цифрами, скрывается активная деятельность по скупке золота центральными банками таких стран, как Мексика, чистые закупки 98,9 тонны в 2011 году, Россия 94,4 тонны, Турция 79,3 тонны, Таиланд 52,9 тонны, Республика Корея 40,1 тонны, Казахстан 14,9 тонны, хотя Центральный банк Китая с 2009 не менял величину своих золотых запасов. Известно, что он де-факто является главным покупателем желтого металла на мировом рынке. Официальная китайская статистика призвана камуфлировать эту деятельность Народного банка Китая. Впрочем, об этом китайском факторе мы уже сказали в первом пункте. Спрот в своих расчетах дополнительного спроса на золото, по нашему мнению, несколько недооценил растущую роль центральных банков. Момент третий. На него обращает внимание сам Эрик Спрот в своих последних публикациях. Речь идет о резком снижении предложения золота в виде металлического лома. В среднем за первое десятилетие нашего века величина такого предложения составляла 1700 тонн. А сейчас оно сократилось вдвое. Мы не будем сейчас обсуждать причины этого феномена, лишь констатируем, что среднегодовое предложение золота по данной причине упало на 850 тонн. Момент четвертый. Об этом моменте сегодня говорят все мировые СМИ. Речь идет о реальных требованиях или планах по репатриации за границей официальных золотых запасов ряда стран мира. Прежде всего, это Германия, которая уже начала вести переговоры о возвращении своего золота из США, Англии и Франции. Всего 2360 тонн. Другие страны, которые начали подготовку к возвращению своего золота из-за границы Нидерланды, Швейцарии, Эквадора, Азербайджан. Компания по возвращению желтого металла отдельных стран может перерасти в настоящую панику, которая охватит десятки стран. По некоторым сведениям, лишь в подвалах Федерального резервного банка Нью-Йорка хранится золото, принадлежащее 60 странам. С учетом приведенных выше факторов, можно утверждать, что сегодня происходит окончательная зачистка хранилищ центральных банков стран, входящих в зону золотого миллиарда. Золото кончится в любой момент, может быть оно уже кончилось. Одним из признаков этого явления вспыхивающие все чаще скандалы с так называемым вольфрамовым золотом. Есть сильное подозрение, что его изобрели не ушлые китайцы, как это утверждают некоторые СМИ, а истинные хозяева центральных банков золотого миллиарда. Трудно представить, что еще могут придумать эти хозяева для того, чтобы поддерживать иллюзию наличия золота в подвалах центральных банков. Скандал назревает, и он будет иметь глобальные экономические и политические последствия. Утечка информации из МВФ. Золотое мошенничество центральных банков. Агата и золотом картеле. Еще в конце прошлого столетия наиболее въедливые эксперты стали подозревать, что на рынке золота происходит что-то неладное. А именно, желтый металл если не дешевеет, то по крайней мере цены на него остаются по темпам роста от динамики цен на многие другие товары мирового рынка. Золото также дешевело на фоне индексов фондовых рынков, цен на недвижимость и тому подобное. Учебники по рыночной экономике дать объяснение этого феномена не могли. Никаких крупных месторождений золота в мире в это время не было открыто. Великих географических открытий Америки с несметными запасами золота индейцев тоже не произошло. Золотые метеориты на землю не падали. Заниженные цены на желтый металл больно били по компаниям золотодобывающей промышленности. Представители нескольких компаний этой отрасли решили разобраться в этой загадке, для чего создали организацию под названием ГАТА. В буквальном переводе это будет звучать следующим образом. Действие против золотого треста. Так следует из названия учредителей ГАТА. Подозревали, что на мировом рынке золота действует некая группа злоумышленников, объединенных в трест. Этот трест манипулирует ценами на золото в сторону их занижения. Имелось большое количество косвенных доказательств пользуя такой версии. Правда в своих публикациях ГАТА чаще стало использовать термин «золотой картель» вместо словосочетания «золотой трест». Постепенно были вычислены и основные участники этого картеля. Среди них казначейство США, Федеральный резервный банк Нью-Йорка, главный из 12 федеральных банков, составляющих ВРС США, Банк Англии, ряд крупнейших коммерческих инвестиционных банков США и Западной Европы. Среди них особо выделяются Goldman Sachs, инвестиционный банк Salt Street. Это ядро картеля. Время от времени в поле зрения ГАТА попадали и другие организации, участвовавшие в операциях картеля. В том числе и центральные банки ряда стран. Напомним, что в 1990-е годы период небольшой глобальной активности США на мировых рынках активов. Проще говоря, США организовывали приватизации государственных предприятий по всему миру, в том числе и в России. А для таких операций нужен был сильный доллар. Финансовые аналитики и спекулянты прекрасно знают простое правило. Чем ниже цена на золото, тем крепче доллар. Самый простой и дешевый способ укрепить доллар – прижать цену на желтый металл, который явно и неявно выступает конкурентом этой резервной валюты. Но чтобы прижать цену, надо обеспечить повышенное предложение этого металла на мировом рынке. У тех, кто хотел сыграть на понижение золота, взоры обратились к несметным запасам золота, сосредоточенным в подвалах казначейств и центральных банков. Эти запасы лежали там без движения с тех пор, как в 1970-е годы рухнула Бреттенбургская валютно-финансовая система. В новой ямайской валютно-финансовой системе золото перестало быть деньгами. Оно было объявлено одним из биржевых товаров, таким как нефть, пшеница или бананы. Версия о золотых манипуляциях центральных банков. Но как можно использовать это золото для ценовых манипуляций? Первое и главное условие сводится к тому, чтобы полностью засекретить официальные запасы желтого металла и все операции денежных властей с ними. Еще более повысить независимый статус центральных банков для того, чтобы народные избранники, органы финансового контроля и прочие любопытствующие элементы не совали свои носы в дела этих институтов. Не допускать государственных аудиторов до золотых закромов. В США, например, главное контрольное управление, счетная палата Конгресса, последний раз посещало главное хранилище официального золотого запаса США в Форт-Нокс более 60 лет назад. Далее, под завесой секретности, можно начинать операции с золотом, но не продавать его, а передавать разным частным структурам на время, оформляя эти операции как кредиты или лизинг с желтого металла. А вместо золотых слитков оставлять в хранилищах бумажки, которые являются с бухгалтерской и юридической точки зрения требованиями, расписками, сертификатами и тому подобное. То есть, как бы золото на балансе центрального банка сохраняется, только оно имеет не металлическую, а виртуально-бумажную или даже электронную форму. Но народу это знать не обязательно. Если в эти золотые аферы втянуть десяток другой центральных банков, то каждый год на рынок можно выкидывать не одну сотню тонн драгоценного металла и сбивать на него цену. Многочисленные эксперты, в том числе эксперты ГАТА, находили множество подтверждений тому, что все это не вымысел, а реальная практика. Преступный сгоговор центральных банков с частными банкирами и спекулянтами. Безусловно, что крайне интересными и актуальными являются также следующие вопросы. Кому центральные банки передавали золото? Было ли это золото возвращено назад в сейфы центральных банков? Известны ли эти махинации народным избранникам и пытались ли они что-то сделать для прояснения данного вопроса? Сколько на сегодняшний день реально осталось физического золота, хранилищих центральных банков и государственных казначейств? Список вопросов можно продолжать. Отметим, что отдельные попытки разобраться в том, что представляют собой официальные запасы золота, насколько официальная статистика золота отражает истинное положение дел, кто и как управляет официальным золотым запасом, предпринимали с народными избранниками, политиками, общественными активистами в разных странах. Например, в США такие попытки регулярно предпринимал член Конгресса США Рон Пол. Регулярные запросы в разные инстанции делала также упоминавшаяся нами организация ГАТА. Денежные власти предпочитали отмалчиваться. Или же ответы были крайне лаконичными и сводились к тому, что золотой запас Родины находится в неприкосновенности. Мол, можете спать спокойно. Такую же позицию занимали на протяжении последних 15 лет, с тех пор, как начинались разговоры о Золотом Картеле и Международной Финансовой Организации. Банк Международных Расчетов, который, кстати, занимается активно различными операциями с желтым металлом и был заподвижен в его участии в Золотом Картеле, Всемирный Банк Международный Валютный Фонд. Утечка информации из МВФ. И вот, последняя новость из этого же разряда. Речь идет о материале, размещенном на сайте ГАТА в декабре 2012 года. Это полученное одним из экспертов ГАТА секретное исследование МВФ 13-летней давности. Оно касается мирового рынка золота и роли центральных банков в операциях на этом рынке с 1999 году. Поскольку оно секретное, то его автор позволяет писать полную правду об операциях центральных банков. В исследовании МВФ, проведенном с целью оценки целесообразности продажи части своего собственного золота, подчеркивается недостаток прозрачности на рынке золота и требования центральными банками соблюдения секретности. Информация о рынке золота неоднородна, говорится в исследовании. Для транзакций характерна высокая степень секретности. Наряду с относительно небольшим количеством открытых торгов на биржах, продажи золота представляют собой приватные внебиржевые сделки, о таких операциях сообщается скупо. Официальные данные о судах в золоте практически отсутствуют. Вот ключевые факты и цифры из этого материала МВФ. В 1999 году более 80 центральных банков судили 15% официальных золотых запасов рынку. Имеется в виду величина непогашенных обязательств по золотым кредитам. В числе центральных банков, предоставивших суды в золоте, были Бундесбанк Германии, Швейцарский национальный банк, Банк Англии, Резервный банк Австралии и Центральные банки Австрии, Португалии и Венесуэлы. В исследовании подтверждается, что центральные банки играли на рынке золота на понижение. Высокая степень мобилизации резервов Центробанка через кредитные операции в золоте оказала понижающее влияние на наличную цену золота, поскольку перекредитуемое золото обычно связано с продажами золота на наличном рынке. Далее, в исследовании МВФ говорится, что кредитование в золоте заставило Центробанке проявить активность на рынке производных финансовых инструментов золота, где участвуют банки по операциям с драгоценными металлами и производители золота. Продавая золото через форвардные сделки и опционы, в свою очередь банки по операциям с драгоценными металлами приложили все усилия для защиты и укрепления долгосрочных отношений с Центральными банками. Вот еще выдержка из документа МВФ. Доля промышленно развитых стран на всем рынке официального кредитования в золоте выросла с 33% в конце 1995 года до 46% к концу 1998, поскольку некоторые Центральные банки промышленных стран повысили уровень кредитования. В то же время на рынке появились новые кредиторы, в частности Бундесбанк и Швейцарский национальный банк. А вот комментарий эксперта ГАТа, разместившего данный материал. При столь значительном количестве Центральных банков, секретно предоставляющих суды в залоге тем финансовым организациям, чей основной талант, как можно было видеть, в последнее время состоит в рыночных махинациях, кто станет отрицать, кроме обычных агентов дезинформации, что рынком золота манипулирует именно для того, чтобы не позволить всему миру пользоваться свободными рынками. 2013 год. Ждем новых золотых скандалов и золотых сенсаций. Раскрытие страшной тайны золота ждут уже много лет. Кстати, знаменательный факт. В 2004 году лондонский банк Ротшильдов заявил о своем выходе из так называемого «золотого фиксинга» – процедуры ежедневного определения цены на желтый металл в лондонском сити. Тем самым Ротшильды заявили миру. С этих пор они, мол, выходят из золотого бизнеса, которым занимались на протяжении двух веков. Конечно, это лишь красивый и эффектный жест. Из золотого бизнеса они не ушли и продолжали заниматься им через структуры с другими вывесками. Чувствуя накаляющуюся атмосферу и угрозу надвигающегося скандала, разоблачение золотого картеля, эти мировые олигархи решили своевременно дистанцироваться от эпицентра возможного взрыва. Возбуждение общественности и политиков по поводу официальных запасов золота резко обострилось в 2012 году. Выяснилось, что на мировом рынке активно идет торговля фальшивым золотом в виде вольфрамовых позолоченных слитков. Впрочем, специалистам об этом стало известно еще в 2004 году. Но трубить об этом мошенничестве в мировые СМИ начали именно в 2012 году. Возникли подозрения, что в подвалах центральных банков и казначейств находятся груды вольфрама. Рон Пол добился проведения выборочной проверки брусков металла в подвалах Форк Нокса. И Федерального резервного банка Нью-Йорка. Германия потребовала от США золота из своего официального запаса Бундесбанка, который хранился в подвалах ФРБ Нью-Йорка. Однако Германия встретила глухое сопротивление со стороны казначейства и ФРС США. Кончилось это тем, что председатель Федерального резерва Бен Бернанке заявил, что недавний ураган Сэнди уничтожил немецкое золото. Ничего лучшего Бен придумать не смог. Все это лишний раз укрепляет мнение тех, кто давно уже обвиняет ФРС и другие центральные банки в мошенничестве с золотом. Думаю, что в 2013 году тема золота центральных банков станет еще более горячей. Например, все с нетерпением ждут обнародования результатов выборочной физической проверки слитков золота из-за крамов казначейства США. Власти обещали сообщить об этом в начале 2013 года. А в Германии все напряженно ожидают реакции на заявление Бернанке о таинственном исчезновении немецкого золота. Появились вопросы и к Банку международных расчетов БМР, который, как известно, активно занимается коммерческими операциями с желтым металлом. Как собственным, так и тем, которые центральные банки предоставляют БМР в виде депозитов или кредитов. Отчетность БМР об этих операциях крайне лаконичная, не дающая реального представления о деталях сделок, их контрагентах и конечных бенефициарах. Международный валютный фонд будет продолжать настойчиво требовать от Китая раскрытия истинной информации об официальном золотом запасе. В 2009 году Народный банк Китая сообщил, что его золотые запасы увеличились сразу на 76% и составили 1054 тонны. С тех пор официальные цифры золотого запаса НБК не менялись. Мало кто верит в то, что эти цифры отражают реальное положение дела. Считается, что денежные власти Китая сильно занижают цифры, тайно переводя часть своих несметных валютных резервов в желтый металл. В Конгрессе США также ожидается окончательное решение о том, будет ли ФРС подвергнута серьезному впервые за век ее существования аудиту. Если такой аудит все-таки состоится, то полные проверки должны быть подвергнуты все операции ФРС золотом. Почти все серьезные эксперты в Америке и в мире ждут от этой проверки сенсационных разоблачений.